Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Урбан. Программа о городских проектах. Продолжается программа Урбан в рамках «Гневного разворота». Здесь в студии Владимир Сметанин и Светлана Занякова. Добрый день. Мы продолжаем жить, так сказать, почувствовать тот пульс города. Поговорить как-то с разных сторон. Тему экологии поднимали в первом часе. Тему предстоящего обсуждения широкого этих экологических проблем. Я еще раз хочу нашим слушателям сказать, что 14-19 на площадке ВЭТГУ, а 19-го на площадке Медуниверситета, надо привыкнуть, пройдут вот эти конференции, где бизнес будет с наукой договариваться о том, как, собственно, нужно действовать, чтобы снизить свое негативное влияние промышленных предприятий на городскую среду. Напоминаю, что 5 крупнейших предприятий на 80% загрязняет окружающийся город. Если вы хотите послушать, вы заинтересованы, узнать, кто это, что это и как они будут действовать дальше, вот приходите на конференции, они открыты. Или можете высказать все, что вы думаете об этих 20% предприятий, которые наносят подавляющее число. Кому высказать? Теперь уже все не в этом часе. В этом часе о другом. В этом часе мы пойдем в коммунальную сторону. В коммунальную, да, у нас профессиональные поводыри, если можно так выразиться, поведут нас в эту сторону. Сергей Береснев, директор Кировского филиала Т-Плюс. Сергей Александрович, добрый день. Добрый день. И Сергей Валитин, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, общественной палаты нашего региона. Сергей Николаевич, добрый день. У нас есть вопрос на сайте хакерова.ру в нашей группе ВКонтакте. Он такой бытовой характер носит. Водонагреватель у меня дома есть, нет? И вот на сайте хакерова.ру 50 на 50 людей. У меня есть, у Володи нет. Вот мы репрезентативная выборка, видимо. Точно самая ситуация на 50 на 50 ВКонтакте. Да, вы, пожалуйста, заходите, еще голосуйте. Мы разберем попозже этот вопрос. А начнем мы вот с чего. Проходили семинары с активными жителями, где обсуждались проблемы подготовки управляющих компаний и жилфонда к предстоящему отопительному сезону. Внимание, апрель месяц. Проходят семинары по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Вы же говорили о первом часе. А нет, мы не говорили об этом. Мы не говорили об этом. Готовь сани летом. Нет, мы не говорили про сани летом, тем более, что весна. Но мы, когда эту тему обсуждали с Володей, я вообще возмущалась. О каком отопительном сезоне предстоящем можно говорить в начале апреля вообще? Зачем? Может, коммунальщики знают, что это такое, что у нас наступит ледниковый период? Расскажите, пожалуйста, давайте начнем с Сергея Улитина. Почему начале апреля и что вообще эта история такая? Ну, вообще, на самом деле, в этом году мы вкатились в тему семинаров, которые продолжались с прошлого года. Уже понятен формат. Просто остановиться не смогли. Да, они смогли остановиться, потому что это такой интерес у людей, в общем-то, неподдельный. И особенно, когда мы смогли договориться со всеми референтными лицами. Вот на эти семинары, на самом деле, подготовка к зиме – это одна из тем. Мы говорили и про тему формирования фонда капитального ремонта, мы говорили про правила внешнего благоустройства, говорили про общедомовые нужды. И будем говорить дальше. У нас только на апрель запланировано еще четыре семинара. Ближайший состоится 13 апреля, то есть завтра, на Кольцово 18. Какая модель и чем эти семинары хороши? Они проводятся на центрах местной активности, на базе центров местной активности. То есть это в разных частях города, они повторяются, чтобы людям было удобно приходить. И на них всегда приглашаются старшие по домам и активные граждане. То есть это открытые семинары, может прийти любой желающий. В чем их ценность? Ценность в том, что в рамках той темы, про которую мы говорим, обязательно присутствуют, и за это им огромное спасибо, представители жилищной инспекции, представители фонда капитального ремонта. В тех случаях, когда это надо, в том числе и СССР сам приходит, руководитель фонда капитального ремонта. В этом случае, в этом году к нам очень такой мощной поддержкой ПАО «Т-Плюс», это приходят специалисты и тепловых сетей, и энергосбыта. И вот когда находятся и отвечают на вопросы те люди, которые готовы там со всех сторон на этот вопрос посмотреть, и прикосновение к первоисточнику, это всегда очень полезно. Каждый раз на всех этих семинарах получается так, что и жилищная инспекция для себя вопросы записывает, и ресурсники записывают, и управляющие компании. Когда приглашают, вот самая управляющая компания, которая ходит и никогда не отказывает, это ленинская управляющая компания. Вот как бы здесь я тоже их хочу отметить, потому что они говорят, да, да, там задавайте трудные вопросы, мы не любим, но это всегда ответим. Евгений Николаевич, а вот четко сформулируете, вот цель-то, собственно, этих семинаров? Для кого? Что закрепить? А для всех участников? Для участников. Да. То есть, потому что для Центра общественного контроля главная задача – это информационное донесение до людей, то есть правовая грамотность населения. Правовая грамотность. А для населения, вот смотрите, старший по дому, он по большому счету лицо, которое подписывается в очень многих документах. Это акты приемки, еще какие-то вещи. И давать ему базу, вот жилищное законодательство, оно достаточно сложное, многогранное, и вот по отдельным, так сказать, граням нарезать объем информации, чтобы людям было понятно, вот это основная задача этих семинаров. И более того, мы говорим, что на базе этих семинаров у нас начинает меняться повестка дня, по крайней мере, очень много было вопросов по газовому оборудованию. Ближайший семинар, который мы готовим, и пока еще не готов, это по газу. Я думаю, что это будет в мае, хотя май для нас такой, мы, наверное, его исключим из месяцев проведения семинаров. Все, что садово-огородный сезон начинается, надо успеть там высадить. У Сергея Александровича, а для вас, для компании «Т-Плюс» эти семинары, что значит, что дают? Для нашей компании это все-таки обратная реакция жителей на нашу ежедневную работу. То есть, что хорошо, что плохо, и мы в совместном открытом диалоге вырабатываем те решения, которые интересны, опять же, для граждан, для тех жителей, которые интересуются сферой ЖКХ. Много обсуждали мы про индивидуальные тепловые пункты в домах. И вообще, там, как бы у меня, как у директора кировского филиала по «Т-Плюс», есть такая мечта, когда бы в городе Кирове в каждом доме был индивидуальный тепловой пункт. Когда люди бы включали отопление тогда, когда им это надо. Тогда, когда бы они выключали отопление, когда им надо. Когда они сами регулируют те параметры горячей воды, отопления, как им хочется. Вот есть у нас хороший инструмент взаимодействия с жителями. Это сайт «Хотватер Киров». Мы из этого сайта подчеркиваем достаточно много. Я его каждый день смотрю, все обращения. Вот было интересное обращение с адреса «Свободу-130». Житель говорит о том, что мы в доме ограничили подачу тепла. Но батарея все равно горячая, и нам жарко. Ограничьте что-то у себя. И вот не хватает личного диалога с жителями. И мы хотим сказать о том, что вот сейчас у нас выдается в город 75-77 градусов. Это та температура, которая позволяет даже в конечном, на дальней ветке, в конечной ветке, позволяет нагреть температуру горячей воды до 60 градусов. То есть мы держим по минимуму по тепловому графику. Понятно, что хотелось бы донести до каждого жителя о том, что у него есть право отрегулировать те параметры, или даже полностью отключиться от подачи тепла сейчас, потому что в большинстве домов стоят приборы учета. Как раз и в этом году мы и старшим по домам говорим о том, что надо это делать, чтобы вы контролировали объем тепловых ресурсов, которые потребляете. Чтобы вы были хозяинами той тепловой энергии, которую взяли. Если вам не надо, убавьте. Если вам надо, чуть больше, прибавьте. То есть вы имеете право регулировать те параметры, которые приходят в дом. Сейчас прием. Площадка хорошая. Паузу нужно сделать. Да, сделаем паузу буквально на полминуты. Напоминаю, Сергей Береснев, Сергей Улетин у нас в гостях. 211-101 номер телефона прямого эфира. Мы обсуждаем вопросы ЖКХ. Подключайтесь к нашему разговору. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Урбан. Программа о городских проектах. Водонагреватель у меня дома есть или нет? Вот такой опрос у нас на сайте эхокирова.ру, в нашей группе ВКонтакте. И по-прежнему на эхокирова.ру 50 на 50 разделились ответы. Почему у нас такой опрос? Потому что мы сегодня говорим с вами о горячей воде. И вообще обсуждаем вопросы ЖКХ с Сергеем Бересневым, директором кировского филиала Т-Плюс. И с Сергеем Улитиным, руководителем Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, Общественной палаты Кировской области. Сергей Александрович сейчас подробно начал рассказывать о том, какие проблемы, какая тема, вернее, поднимается на этих семинарах. Какой отклик-то от жителей? Отклики? Они с округленными глазами на это все. Да, вы знаете, что хотели спросить? Я правильно, Володь, тебя понимаю, что вот эти люди, которые приходят на семинары, сейчас Сергей Николаевич Улитин сказал, что мы их образовываем, они должны знать, стать хозяем и прочее. А по факту мы кого видим на семинарах? Действительно эти? И вообще есть какое-то изменение и подвижки в сознании? Есть. И на самом деле очень радует, что у нас есть такой костяк, который ходит и уже говорит, да, это мы знаем, это мы понимаем, нам бы вот еще вот это. То есть идет две категории. Первая, которая говорит, нам хоть что-нибудь расскажите, мы вот только сейчас у руля встали, нам это интересно, наконец-то начали понимать. И вторая, которая говорит, да, мы идем целенаправленно, вот это мы уже понимаем, нам вот здесь вот это непонятно, это непонятно, это непонятно. Причем вот Сергей Александрович говорит, что позиция наша какая, что мы хотим везде ИТП, это, кстати, классная позиция, действительно. Сейчас мы разберем вопросы. И тут же встают люди на семинаре и говорят, а нам в позапрошлом году запретили, а мы вот хотим. Кто запретил? Те же КТК, у них же позиция тоже меняется. Одно время были одни тренды, сейчас другие, и, кстати, эти тренды очень хорошие. Так вот, как раз насчет обратной связи, когда они говорят, да, окей, а у вас какой дом, давайте мы сейчас еще раз по этому вопросу отработаем. Вот еще одна польза от этих семинаров. Когда конкретно говорят, что вот этот же ресурс рассказывает, куда обращаться, если нет воды, еще что-то, вот этот Hot Water, люди записали, люди говорят, да, вот, а мы писали, а нам понравилось, а мы не писали, но мы сейчас будем этим заниматься. Да, сайт Hot Water, это сайт обратной связи для компании ТПлюс, и туда можно писать любые свои вопросы. Простая, понятная форма с указанием улицы, дома и проблемы, собственно. Сергей Александрович Бересни сегодня сказал, что он лично каждый день заходит и проверяет этот сайт. Слушайте, давайте мы ИТП буквально через три минуты возьмем этот вопрос, почему тренд изменился, очень действительно интересно. Но чтобы все-таки понять, зачем в начале апреля вы рассказывали людям, как готовить дом к новому отопительному сезону, скажите, пожалуйста, как это все проходило, что вы им конкретно говорили? Это, наверное, к Сергею Александровичу вопрос. Да, я хотел, вот с чего все началось, о том, что мы хотели посмотреть вместе со старшими по домам, насколько дома готовы к отопительному сезону. Прошлый заход в отопительный сезон, большинство управляющих компаний не подготовили свои дома к ОЗП, не все получили паспорта или получили с задержками. Мы знаем о том, что в городе Кирове больше 4 тысяч жилых домов многоквартирных. И мы понимаем, что каждая управляющая компания в этом многоквартирном доме должна сделать промывку системы, должна провести опрессовку и должны четко подытожить, есть задолженность, нет задолженности. Это вот три важных вопроса по включению следующего ОЗП. Если мы в каждый дом будем заходить дважды в период межотопительный, это с мая по сентябрь месяц, то это уже 8 тысяч контактов. Мы понимаем, что 8 тысяч контактов за 5 месяцев мы не сможем сделать самостоятельно. Нужны контролеры общественные для того, чтобы проконтролировать, все ли дома готовы. Только жители, только собственники могут это сделать. То есть мы за всеми управляющими компаниями не проконтролируем и, наверное, ставить задачу такую для себя, это, наверное, будет утопией. А вот жители, они должны это понимать и должны контролировать. Вот приехала промывочная машина, посмотрели, качественно сделали. Вот опрессовка произведена качественно, сняли параметры. И когда сами жители будут понимать, что сделано все на их стороне, тогда они четко спят спокойно в отопительном сезоне. Мы, кроме этого, зимой вместе с компаниями и партнерами предоставляли тепловизор. Посмотрите, насколько стены держат тепло, насколько окна держат тепло. То есть посмотреть, куда уходит тепло дома. Если в этом доме стоит прибор учета, то все жители заинтересованы в том, чтобы дом сберегал тепло, держал тепло. То есть вот такой диалог у нас происходит. И положительный-то эффект есть уже от этого вообще? Конечно, есть. В чем он выражается? Мы, опять же, вместе с ЕСГАРАНТ, с энергосбытом, даем механизмы, как можно за счет каких денежных средств поставить ИТП. Как можно включать программы энергосбережения. Где можно взять ресурсы для того, чтобы разовое вложение жителей домов, оно окупилось, посчитать вместе с ними эту окупаемость. И посмотреть, сколько они энергией сберегут, как они меньше потребят, уменьшится ли платежка. Платежка точно уменьшается на перспективе 2,5 года. Вот уже после двух лет начинает окупаемость появляться. Это мы сейчас про индивидуальные тепловые пункты говорим. Про индивидуальные тепловые пункты, про сбережение тепла, про аудит дома. То есть точно это надо сделать. Сергей Николаевич. Может быть, не очень понятно, почему Сергей Александрович так беспокоится за жителей. Он, казалось бы, подал. Но ведь мы-то тоже... Что он, казалось бы, извините? Казалось бы, ему без разницы, что там в домах происходит. Но поставляет тепла и как можно больше. И денег побольше за этот теплотар. Но очень часто к нам обращаются с вопросами, особенно в начале отопительного сезона, и говорят, а у нас в доме холодно. И вот имея уже прямые взаимоотношения, мы быстренько реагируем, в том числе на том же сайте смотрим. И так звоним, выезжаем. И в некоторых случаях, и, кстати, их немало, их много, система, вот эта непромытая несколько лет подряд система, она просто при тех параметрах нормативных, она такого тепла в доме не дает. Все закоксовано, и теплопередача минимальная. Я, конечно, понимаю управляющие компании, которые не хотят мыть, потому что система старая. Но это ведь как бы вот это уже дальше надо заглядывать. Но просто его-то интерес какой, ресурсоснабжающей организации. У него интерес, чтобы он отдал правильный ресурс, и этого правильного ресурса хватило для того, чтобы в здании было комфортно. Вот эффективность, КПД. Конечно. А сколько раз, Сергей Николаевич, нужно, в каком-то смысле, раз в год, раз в три года промывать систему? За то, что система промыта раз в год, люди уже заплатили. Это входит в обязательные работы. Это управляющая компания? Ну, если нет управляющей компании, ТСЖ. ТСЖ, когда рассчитывается платежка, эта работа тоже... Сколько раз нужно промывать систему? Каждый год. Каждый год. И насколько эффективно-то у нас выполняется это предписание промывки системы? Вот неэффективно же рассказывает нам Сергей Александрович. Он нам еще прошлым летом рассказывал про это, что большинство укашек не промыло большой процент своих домов. Мы разговариваем с подрядными организациями, которые в городе моют. Они говорят, так а нас не приглашают, потому что у нас вроде бы и цена невысокая. Но это все равно дороже, чем просто немыть и состоять. А люди просто не знают про это. Вот понимаешь, такие, как я, они не знают, что нужно промывать. А это частная компания, которая занимается вот этими работами? Промывкой. Промывкой. Как они вообще? Где вот в этой системе ТЖКХ они? Какое место занимают? Их много. Этот ресурс конкурентный. Он можно пригласить несколько организаций и спросить цену. Но на дом это получается от 10 до 50 тысяч. До 100 самое дорогое. Многоквартирные. С точки зрения, насколько это дорого, не делают ли это, потому что это дорого? Нет, это недорого. В тех деньгах, которые собираются с дома, это посильно. И здесь, может быть, старым домам действительно как-то очень внятно к этому подходить. Но когда это не делают новые дома, у которых пока еще все хорошо. Давайте честно скажем, вот сейчас, да, Сергей Николаевич. У Кашки в новых домах-то не делают по незнанию или от искорысти? Ну, экономия, конечно, экономия. Мы же понимаем, что люди грамотные. Еще раз, когда Сергей Александрович говорит, что общественность, вы, пожалуйста, обратите на это внимание. Он же тоже понимает, что формально, обратная связь, что качество выполняемых работ управляющими компаниями недостаточно для того, чтобы считать, что это все нормально. А вот я что-то не помню, Сергей Николаевич, в рейтинге управляющих компаний есть там пункт, сколько домов промыл управляющих компаний, 100% или 2? А вот включите. Нет, не включим, по одной простой причине. Как мы будем этот ресурс мерить? Если по количеству актов, акты-то эти у всех есть. Вы не переживайте за акт, это вы не переживаете, акты-то есть. Значит, есть недобросовестные фирмы, которые просто справочки выдают? Нет, справочки не выдают. Эту работу можно выполнить самостоятельно, подписать акт. Управляющих компаний сами? Ну, конечно, у них же есть сантехники. Это же не уникальная какая-то работа, это просто вот самая. То есть он дяде Васе заплатил 2000 и акт подписал? Да даже платить никому не надо. Акты составили, что работа выполнена, и все. И поэтому сейчас, говорит Сергей Александрович, нужно, чтобы жители сами контролировали эту работу. Конечно. Если вы спросите меня, а есть ли у вас конкретные примеры? Я скажу, поскольку у меня нет доказательств, то у меня таких конкретных примеров нет. Ужасно. Где у вас рабочая группа по проверке промывки домов? Делайте немедленно на базе общественной палаты. Мы как-то уже последние 10 минут вцепились в эту тему промывки системы. Там ведь еще много всевозможных. Нет, хотелось бы понять. Давай мы сейчас уйдем на двухминутный перерыв, проговорим про ЭТП. Все-таки почему вдруг изменился так резко тренд, и почему это вы считаете действительно эффективным? Ну и, конечно, затронем тему ближайших гидравлических испытаний в этом сезоне. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Урбан. Программа о городских проектах. Очень мало времени остается, но поговорить еще хочется о многом. Напомню, что гости наши Сергей Береснев, директор Кировского филиала Т-Плюс, и Сергей Улитин, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Общественной палаты Кировской области. Закруглим уже, закруглимся с индивидуальными тепловыми пунктами. Дальше пойдем к теме гидравлических испытаний переходим. Итак, Сергей Александрович, как строится работа... Подожди, закруглимся, подведя итог. ИТП — это полезно и выгодно. Такой итог у нас получается всегда. Всегда, вот Улитин говорит. Линия партии будет неизменна. Тогда еще, значит, мы к этому вопросу вернемся. Когда-нибудь поподробнее поговорим про эту историю. Про ИТП. Между прочим, при голосовании на сайте хакера.ру насчет водонагревателей, есть или нет, они в домах наших слушателей, у меня все время повышается процент тех, у кого они есть. Сейчас уже 62,5. За последние полчаса, предположить, продажи теплонагревателей, водонагреватели увеличились. Почему? Люди побежали. Не знаю, почему. Итак, опрессовка, как мы ее в народе называем. Гидравлические испытания. Схема. Этапы. Сергей Александрович. Да, коллеги, мы в этом году уже провели испытания нашей тепловой сети на обнаружение неплотности путем введения органического красителя уранина. Это из-за вас в Люльчинке зеленая водичка-то была, да? Чуть-чуть, да, но не скажу, что совсем из-за нас, потому что там сети наших транзитеров, и мы предписание этим транзитерам тоже направляли о том, чтобы свои сети осмотреть. То есть там древние трубы и просто побежало это все наружу? Да. Там с ливневок это было, и мы вот эти все дефекты, обнаруженные, сейчас взяли в работу, и сейчас мы эти дефекты постепенно отключаем на небольшое количество времени, на несколько часов устраняем дефект. Скажите, пожалуйста, это не опасная же штука, да? Абсолютно не опасная. И мы как раз определяем о том, что есть ли утечка нашего ресурса, системы отопления в горячую воду. То есть горячая вода, она готовится по-другому. Берется холодная вода питьевого качества, нагревается в наших теплообменниках и подается в дома. То есть вот такой порядок подачи. Если вдруг вода и система отопления попадают в горячую воду, это уже говорит о том, что есть какая-то неплотная система трубок. Как раз хот-ватер нам помогает в этом, и буквально в течение двух часов мы точно реагируем, отключаем, забиваем эти трубки, устраняем дефекты, и люди получают качественный ресурс. Сейчас я расшифрую, ладно? То есть если у вас в кране потекла цветная вода, то вот вы сказали, хот-ватер нам помогает. То есть вот на сайт зашли, написали или позвонили и говорили, у меня цветная вода. Да, и люди поняли в Т-плюс, что вот здесь дефект, выехали и устранили. Да, абсолютно. Кроме этого, вот мы обнаружили неплотность, кроме этого мы 20 и 25 апреля будем проводить испытания тепловой сети максимальными температурами. Мы создаем модель, когда у нас на улице холоднее 35 градусов, и мы подаем ресурс адекватный, там в районе 150 градусов тепловую сеть. Вот сейчас чуть теплее, и мы должны точно увидеть, где есть неплотности, где не везде срабатывает система автоматики, насколько жизнеспособна наша сеть. Точно мы эту историю должны пройти, определить, где появляются дополнительные дефекты, эти дефекты устранить. Ну и третье, это сами гидравлические испытания. В период с 15 мая мы начинаем гидравлические испытания секционно, 88 секций, так же, как в прошлом году у нас определены. На каждую секцию планируем потратить трое суток. И в течение этих трех суток мы должны определить те дефекты, которые там есть, и взяться за их устранение. Понятно, что отключение по времени будет зависеть все-таки от количества повреждений. Будем каждую секцию, наверное, проводить гидравлические испытания несколько раз. Первый раз, когда мы определяем, что появились дефекты. Второй раз мы определяем о том, что после устранения, устранили дефекты, смотрим, все ли хорошо. Если появляется новое, значит, новые дефекты устраняем. Я хочу как раз предупредить людей, наверное, вот уже у 63% есть собственные водонагреватели. Да, это нам позволяет подготовить тепловую систему к следующему отопительному периоду. Отключение горячей воды. Да, это и отключение горячей воды, чтобы в следующем отопительном периоде не было сбоев с системой отопления. Сейчас вместе с администрацией города Кирова мы формируем штаб по подготовке к следующему ОЗП. И точно начинаем уже работать активно и плодотворно по подготовке сетей. Ну и не забываем про те раскопки, которые у нас остаются. Мы точно должны к 9 мая облагородить город, там, где мы проводили раскопки совместно с тир-управлением. Мы эту работу ведем и планируем, что к 9 мая большая часть раскопок у нас будет уже благоустроена. Сергей Александрович, хочу вернуться ко второму шагу. Раз первый мы уже проехали, что называется, когда специальными веществами-красителями выявлялись прорывы. А вот что такое испытание максимальными температурами, которые вот сейчас будут в 20-х числах апреля? И как это люди увидят, да, как они почувствуют? Смотрите, там, где, опять же, там у большинства домов уже есть индивидуальные тепловые пункты, там люди не должны никак почувствовать. Система смешения, она должна отработать, и, опять же, это проверка не только наших сетей, но и работы внутридомовых систем. То есть там, где автоматика должна отработать и не пустить высокую температуру в дома. То есть, опять же, это работа автоматики, работа смесительных насосов, там, где в домах стоят элеваторные установки. Мы точно должны вместе с управляющими компаниями это отработать. Но если вдруг найдется слабое звено, оно точно выявится в рамках этих испытаний. А что это значит? Контактировать будете очень плотно, да, с управляющими компаниями? Подождите, как оно выявится? Смотрите, система повышенной температуры, и когда мы проверяем систему, идет расширение, линейное расширение, заработают компенсаторы, проверяется арматура, смотрится, как работают уже на стороне клиента смесительные установки. То есть мы четко видим о том, что там вся система отработала хорошо или как-то где-то не отработала. А не отработала, то что значит? Бум, и пошел пар там, или из кранов посет кипяток? Это что значит? Возможно, да. То есть если где-то появятся утечки или появятся при линейном расширении, появляются дефекты, значит эти участки надо менять в первоочередном порядке. Мы их точно будем менять, и сейчас готовимся. Созданы запасы по трубе, созданы запасы по запорной арматуре, мы готовимся к этим испытаниям. Страшный кипяток не потечет из крана? Не должен потечь. Как раз управляющие компании тоже предупреждены, что они должны отрабатывать эту историю. А там где нет ИТП в тех домах? Где нет ИТП, есть элеваторные узлы, там предусмотрена система смешения, там точно должны стоять сопла установленного диаметра. Это опять же в рамках подготовки к следующему ОЗП. Если сопла не поменяла управляющая компания, они должны менять сопла там ежегодно, то могут возникнуть перегрев системы домовой. Но здесь это испытание, еще раз повторюсь, не только тепловых сетей, но и внутри домовых сетей. Жителям как на это реагировать, если они почувствовали, что что-то неладно? Самый первый ход ватер. Сайф ход ватер, да? Давайте в полное название дадим ход, дефис, ватер, дефис, киров.ру. Вот так вот он полностью называется. А как мы внешне еще можем это почувствовать, увидеть? Все мы прекрасно знаем, что если там вода нагревается, то парение какое-то из колодцев идет. Точно, точно есть парение. Возможно тоже, да? Будет парение в тех местах, где появляются неплотности. Ну и общее предупреждение о том, что посмотрите, пожалуйста, желательно, чтобы дети не играли в зоне расположения тепловых сетей, как надземных, так и подземных. Чтобы не ставить машины у люков, не ставить машины рядом с сетями, потому что там возможно появление дефектов с выходом на поверхность. То есть быть предельно внимательными и осторожными. Это, еще раз повторюсь, с 20 апреля мы работаем по зоне ТАЦ-4, 25 апреля мы работаем по зоне ТАЦ-5. Сутки проводим эти испытания, испытания заканчиваем и переходим к устранению дефектов в случае, если они появятся. Сергей Николаевич, что-то добавить хотите? Сергей Александрович не сказал, но сейчас у нас апрель традиционно месяц субботников. И мы как-то в одном из годов проводили горячую линию. Потому что как раз те люки, те колодцы, которые за зиму по разным причинам стали незакрытыми. Вот вопрос, можно ли на тот же ход-вод эту информацию давать? Абсолютно. Это контролируется и нами. Если есть информация о теруправлении, мы тоже собираем. Но, опять же, это самое быстрое, чтобы не через администрацию, не через жилищную инспекцию, а сайт. Самый быстрый способ получения нами информации, чтобы мы могли закрыть. Точно информация будет проверена в течение нескольких часов. Будет выявлено это наши люки, либо не наши. Потому что у нас принадлежности разные есть. Есть транзитных организаций, есть водоканалы, кировских коммунальных систем, возможно, там Ростелекома. То есть точно проверим принадлежности и сообщим, куда следует, если это не наша принадлежность. Готовитесь ли вы к нештатным ситуациям, которые могут возникнуть в эти пять дней с 20 по 25 апреля? Нет, я хочу сказать, 20 сутки мы берем испытания на Т-4, 25 сутки берем на испытания Т-5. Это не пять дней, это всего два дня. Да, готовимся. Я уже сказал, что созданы запасы материалов. Силы и средства дополнительно привлекаем. Сейчас заключаем договоры с подрядными организациями дополнительно к нашей центральной ремонтной службе. Зачем? На этот период в случае возникновения нештатных ситуаций. Чтобы максимально корректировать. Чтобы оперативно отреагировать. Остается пару минут. У меня еще уточняющий вопрос по гидравлическим испытаниям, который с 15 мая. 88 секций, это 88 таких райончиков, да? 88 райончиков, где мы планируем отключаться не больше, чем на трое суток. Ну, конечно, трое суток гражданам как-то надо прожить. Я опять же к этим нагревателям хочу отнестись. А вот эта история отключить воду на все лето? Я думаю, что это уже не про нас. И, собственно, вот эти 88 секций, они позже будут опубликованы, да? Появится информация? Да, они будут опубликованы. Сначала появится информация по первой части. То есть они будут разделены по месяцам. И в каждом месяце появятся те секции, которые будут отключаться. Но, коллеги, я хочу еще отметить о том, что практически 400 миллионов рублей наша компания будет вкладывать в течение этого подготовительного периода на замену сетей. Кроме опрессовки, еще будут отключения на перекладку сетей. Те сети, которые изношены полностью, которые уже не подлежат ремонту, а требуется только перекладка, мы будем перекладывать эти сети. И отдельные графики тоже будут вывешены. И смотрите и на нашем сайте, на ходватере. И точно в прессе мы это опубликуем. Эту информацию проведем. До жителей доведем. А вот эти 400 миллионов, это как бы ежегодное вложение? Или это в связи с чем? Смотрите, это... Не только кажется, или это внушительная сумма? Это очень внушительная сумма. То есть у нас по программе техперереживания и ремонтов это порядка 250 миллионов рублей в счет арендной платы. С городом мы согласовали о том, что порядка 45-50 миллионов рублей мы тоже вкладываем в модернизацию муниципальной инфраструктуры. Дополнительно вкладываем денежные средства и мы, и строители, подрядчики в присоединение новых домов. Так что вот такая обширная работа предстоит нам в этом году. И время на этом истекает нашей программы, программы «Урбан». Благодарим наших гостей. Сергей Береснев, директор Кировского филиала «Т-Плюс». И Сергей Улетин, руководитель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ, Общественной палаты Кировской области. Спасибо. Всего доброго. Я прощаюсь сегодня с нашими слушателями. Рислан Занько вернется в качестве ведущей через 20 минут в программе «Особое мнение». Все верно? Да. Михаил Шевелев. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова